Всем привет, The Brush Семерочка и погнали разбираться что да как опять в The Brush. Новая тема есть такая, она в принципе не новая, но на полях YouTube очень, так сказать, завораживает, когда ты видишь этот ролик, это видео, как работать с фотографией в The Brush, как сделать из неё 3D. Мы продолжаем рыться на полях YouTube и давайте рассмотрим эту темку, сейчас я вам её расскажу, вы её наверное поймёте и подключайтесь к этой теме, жду ваши комментарии, вашу помощь, кто в теме, кто знает, что это за фигня и то, что я понял, я вам сейчас в этом ролике выдам. Первым делом надо подготовить фотографию, погнали, зайдём, я ж ленивый, давайте всё в онлайн сделаем по-быстренькому. Вот такой онлайн редактор, убрать фон с фотографией мельком, быстренько, находим, выбираем фотографию, загружаем, ссылки оставлю на эту программку, находим фотографию, загружаем, в принципе, можно с ней будет работать в The Brush, но уже как по видео объясню, как убрать здесь фон. Так, фон убираем либо вот этой кистью, вот так вот обводя, вот таким вот образом, вот так вот можно всё это обвести, удалить. Немножко, если вы косяка какого-то в пароле, то можно ластиком поработать, вот так вот. Вот, неудобно работать мышкой, это шездец какой-то, надо уже планшет, наверное, покупать. Так, вот так всё это дело тут можно подготовить, вот так вот. Можно тут кисть уменьшать ещё, делать размер, можно фотографию так прибавлять, чтобы чётче всё это дело подгадать, обвести, ну, таким образом, в принципе, всё работает. Колёсико тоже работает, всё нормально. Так, ну вот, что-то такое получается. Можно также работать вот этой вот кистью волшебная палочка. Так, возвращаемся, вот неудобства есть тут, конечно. Вот эту нажимаем очистить выбранное, и нажимаем эту палочку, и нажимаем вот сюда вот на фон. Вот так он всё это дело удаляет, кое-где, возможно, даже некорректно, но вот так вот. Так, теперь всё, чтобы это по-быстренькому, опять же, делаем. Зелёную вот эту нажимаем, это передний план, проводим полосу, а красная – это задний план. Можно вот так вот провести, вот так вот. Типа это всё можно удалить. И жмём вырезать фон. Вот он пишет, если фотография больше 10 мегабайт, то ваш браузер может подвиснуть. Ну, это всё понятно. Если вам нужно больше информации, как, что тут делать, вот есть кнопка «Помощь», тут будет видео. И тут, короче, мужик вам всё расскажет, как и чё подробно. Ну вот, ждём. Сейчас всё будет нормально, и будем уже с этим делом работать. Вот фон уже вырезался. Если где-то что-то есть, то можно уже подкорректировать, тут где-то подчистить, где-то подкрасить. Можно вот этой кистью, если у вас времени не жалко, то вот так вот работайте качественно уже. Не сачкуйте, как я. Вот у нас получилась фотография. Теперь что нужно? Всё это дело нужно сохранить. Так. Жмём «Скачать» вот эту кнопку. И он нам сейчас покажет, что вот типа скачано. Но можно ещё выбрать формат PNG и JPEG. Так. Можно качество прибавить, фон ту-ту-ту-ту. Короче, всё тут простенько. И в JPEG давайте сохраним. Скачать. Вот два формата у нас скачанных. Так, ну что. Всё, погнали теперь в The Brush. Дальше мучить его. Так, вот мы уже в семёрочке. В The Brush погнали дальше разбираться, что да как. Для этого нам понадобится, первое, зайти в текстуры, найти Image план, вот этот Load Image нажать. Сейчас вот высветится окошко. И вот теперь находим нашу вот эту картинку. Находим, какой у неё формат JPEG. Открываем. И ждём, когда она подгрузится. Вот картинка подгрузилась. Теперь жмём Edit Object, вот эту кнопку. Всё, она теперь включена. Ну и следом заходим именно так, 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 так. Заходим в текстуры Map. Нажимаем на текстуру и текстуры Off. Удаляем. И следом эту текстурку подгружаем. Всё, вот теперь у нас нормально. Вот теперь всё хорошо. Так, вот вы видите, какой у неё внешний вид. Как она тут всё работает. Ну и что теперь можно с этим делом делать? Добавим Ctrl D. Прям можно побольше, хотя бы до 200 добавлять. Можно 771, не проблема. Так, текстуры теперь. Посмотрим, какие подойдут. Нажимаем на текстуры. И выбираем какую-нибудь посветлее. Вот вы видите, что прикольное. Можно выбрать разные, какая вам подойдёт. Тёмная, светлая, там. Ну это вот на ваш вкус. И вот что теперь можно с этим делом делать. Вот, можно по ней рисовать. Можно её вытягивать. И словом, делать с неё 3D. Ставим теперь мофт Apology. Вот таким вот образом. Кисть побольше. И вот так вот можем ей уже работать. Чуть-чуть вот так вот всё это дело прибавляем. Подключаем свои художественные знания. Вот так вот. Также тут можно работать маской. Вот так, если вы нос пройдёте. Конечно, поаккуратнее надо. Так вот так всё это мы подкрасим. Чуть-чуть подкорректируем. Здесь немножко выровняем. Жмём Ctrl-I. И вот этот нос теперь можно вытянуть. Опять же, ставим ракурсы. Бока там, со всех их грани смотрите. Вот что-то такое получается. И вроде как-то многовато. Снимаем выделение. И всё это дело вот так вот сглаживаем. Вот вы видите, что уже нос стал побольше. Его немножко можно тут пролепить, проделать. Вот, допустим, берём любую кисточку. Ставим интенсивность. Подгоняем. Разницу подгоняем. Чуть-чуть можно поменьше сделать. И вот, допустим, вы вот так всё это дело здесь. Вот так вот пролепливаете. Пролепливаете. Можно даже, кто знает, анатомически. Вот так вот. Ох, как неудобно мышкой тут работать. Ну вот, что-то в этом духе. Вот чуть-чуть можно проработать так вот кадык. Следом всё это можно подгладить. Вот так вот. Сделать всё помягче. Чтобы не было дефектов. Ну, опять же, делаем всё качественно. Так, вот такое что-то получается. Следом можно немножко вот так вот вытянуть. Так, пардон. Не так кисть. Следом можно вытянуть вот так вот ещё побольше, наверное, лицо. Вот так вот. Немножко можно сделать лоб побольше. Чуть-чуть уменьшить кисть. И вот так вот губы вытянуть тоже поболя. Ну вот уже прикольно. Что-то вот такое будет у вас получаться. Также можно пролепить волосы. Это вот можно кисть стандарт взять. Чуть-чуть её уменьшить. Интенсивность. И вот так вот всё это делая. Не бойтесь. Прибавляйте. Пролепливайте. Где-то добавляйте. Где-то кисть сделайте поменьше. Дровсайз. И вот так всё это делая. Потихонечку. Добавляем. 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 Также можно губы пролепить. Не проблема. Показываю опять же суррогат на всё. Ну, принцип вот такой вот. Вот так вот. Также можно тут чуть-чуть поизъёживаться вот эти вот складки. Чуть больше сделать. Вот так вот. Где-то что-то пролепить. Где-то что-то добавить. Где-то что-то вытянуть. Вот так вот. Здесь вот можно побольше воротником заняться. Чуть-чуть опять же поставим кисть. Побольше. Прям можно ещё побольше. И вот так вот эту грудь. Вместе с курткой. И с волосами. Немножко вот так вот подтянуть. Опять же всё выглаживаем. Всё делаем ровненько. Там как положено. Так. Ключицу тут можно проработать. Вот таким вот образом. Короче, тут всё можно прикольно делать. Вы не смотрите, что я тут творил. Ну, в принципе, объясняю, как да что. Качество уже потом будем делать. Так. Ну, вот такая получается где-то 3D картинка. Можно её ещё поизвращаться, сделать поболяя. Там какие разные кисти. Пролепить более досконально. Вот здесь вот лоб чуть-чуть прибавить. Так вот челюсть можно ещё даже больше подставить. Вот так вот нос можно ещё поболяя. Что-то где-то увести вдаль можно. Вообще прикольная штука, кстати, я вам скажу. Вот нос можно чуть-чуть подправить тут, подкорректировать. Где-то скулы можно вот увеличивать. Где-то тут вот что-то прибавить вот так вот. Короче, девку можно сделать, чтобы было даже не узнать. Ну, вообще прикольно. Так, вот этот волос тоже можно добавить чуть-чуть. Опять же, можно его добавлять с помощью маски. Делаем вот так вот маску. Вот таким вот образом. Чуть-чуть, конечно. Вот так вот. Что-то я сегодня прям надшибись играюсь. Вот так вот. Здесь вот так вот. А здесь маску снимем. И теперь жмём Ctrl-I. И вот это всё дело можно вот так вот уводить вперёд. Ну, словом, короче, как вы лепите обычно модель. Вот так вы только работаете теперь с фотографией. Вот таким вот образом. Делаете её тут тушнее, красивее. Чуть-чуть вот так вот выглаживаете. Где-то что-то не надо. Где-то куртку добавляете. Где-то прорабатываете волос. Ну, короче, лепите на здоровье. Ну, и погнали. Что следом-то делать, да? Теперь заходим. Кстати, можно сделать лифт. Вот так вот поменять цвет. Вот таким вот образом. Вы видите, что ещё преобразилось. Ух, как я её изуродовал. Так, теперь BPR. И теперь заходим вот в рендер. Находим BPR Render. И вот они у нас вот эти вот, как их называют, текстуры. Карта глубины. И вот это всё дело сохраняем. Это, кто уже будет дальше заморачиваться, это уже пригодится в фотошопе. Там уже дальше. Ещё серьёзнее, короче, ещё глубже башка закипит. И вот здесь вот всё это дело. Вот эти все текстуры можно сохранить. На любую нажимаете, и она вот именно вам сохраняет. Вот это вот можно тоже сохранить. Всё это потом объединяете, дорабатываете, и всё нормально. Так, следом откроем план 3D. Вот так вот. Edit. Make Polymesh. Ctrl D. Ctrl D. И как по прошлым видео, как мы работали, вот теперь можно здесь Драк Рэк включить, Альфу подгрузить. И это дело вот таким вот образом сделать. Так, Ctrl D. Не так я вытянул, по-моему. Вот так вот сделаем. Ну вот что-то в этом духе получается. Всё. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok